На этом льду арены Платином совсем недавние эффектные вращения и прыжки выполняли звезды Красноярской универсиады. И вот теперь уже точно в декабре горожане и гости города увидят здесь элиту российского фигурного катания. Федерация утвердила проведение в Красноярске первого за Уралом чемпионата страны. В марте 7-тысячные трибуны Платином-арены были под завязку, наполнены зрителями. Нет сомнений, так же будет в конце 2019-го. Универсиада показала, фигурное катание в Красноярске любят наравне с местными видами спорта – регби и хоккеем с мячом. Очень нравится этот вид спорта. И когда проходила универсиада, именно попала на фигурное катание. И такой восторг именно от… когда смотришь это вживую. Никогда не по телевизору, а когда вживую. Фигурное катание – это красиво. И оно, по-моему, уровень повышает нас, красноярцев. Готовы не только зрители, но и инфраструктура. После всемирных студенческих игр в Красноярске есть подходящие площадки для тренировок спортсменов и для выступлений. Эти спорткомплексы отвечают мировым запросам профессионального спорта и полностью соответствуют общероссийским стандартам. В декабре на этом льду выступят одни из самых именитых и звездных фигуристов страны. Сейчас формируется список участников, в котором около 200 лучших спортсменов. Самое крупное наше соревнование в стране, где все звезды мирового, наверное, можно так сказать, фигурного катания приедут к нам. И красноярцы, и гости нашего города могут прийти в комфортных условиях посмотреть чемпионат. Так что я думаю, что это будет очень здорово. Открыть продажу билетов намерено уже в середине лета. Чтобы как можно больше зрителей смогли попасть на состязание и выкупить места на трибунах по адекватным ценам, организаторы намерены бороться с перекупщиками. Можно посмотреть варианты по поводу паспорта болельщика. Это как раз позволит избежать покупки 20-100, любого количества билетов, перепродажи их на Авито. Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря 2019 года. И похоже, это только начало в марафоне больших спортивных событий. Красноярск также подал заявку на проведение чемпионата мира 2022 года по шорт-треку и является единственным претендентом на чемпионат мира 2025 года по фристайлу. Евгения Шелковникова, Павел Пателицын, Енисей. Новости.